общая характеристика русской философии общая характеристика русской философии но мы рассмотрим значит конец 19 века начала 20 века вот вообще общая вообще русская философия например у нас наш философ доктор философских наук то очень любил спрашивать именно про русских философов каким образом когда он увидел что студентов зачетки так там полный бардак а еще вот этот и философию но он как бы не хотел добавлять еще одну проблему для студенту и он всегда ему говорил а тому студенту кто вот прям завис все конкретно завис на ответе он говорю так давай называем не пять русских философов просто фамилии и я тебе трояк нарисую но если студент каким-то образом все это дело ему называлась ли вдруг что-то там своей памяти отрывал вот то естественно ему рисовали трояк причем не единожды это был от философа такой вопрос был прям вот такой патриотизм так чтобы отойти на ус и так общая характеристика русской философии родлов родлов фамилия родлов выделяет два периода в русской философии это подготовительный период и построительные значит подготовительные в этот период потребности философии было очень невелика это где-то с 11 по 18 век в общем и так было много проблем много нужно было чего в стране делать и было как-то не не дать не до философии вполне хватало это например моралистики это такая книга поучений владимира мономаха хватало какой-то переводной литературы в византийской немецкой в общем философия интересовала единицы и того что переводилось было достаточно ну и собственно второй период это построительный он связан как раз с открытием университета ломоносова это в девятнадцатом столетии вот в этом же девятнадцатом столетии русская философия достигает расцвета в общем пика своего философии русской философии того времени выделяют таких два крыла два основных блока это религиозная философия которая направлена религией и атеистическое направление русская русская самобытно религиозная философия и философия революционеров демократов и марксистов тут вам наверно стоит взять какую-то ручку и хотя бы вот схему схематически все это рисовать на бумажке во время того как вы слушаете эту лекцию что по сглаве все так это будете стрелочки там ставить то там подготовительный построительный самобытно религиозная революционер философия демократов марксист что после этого голове так потом очень легко тоже уложится и так если вы заявили что была русская самобытно религиозной философии то естественно нужно назвать несколько фамилий это соловьев наш это бердяев это шестов и это хомяков и другие но я думаю вот этих вот четырех фамилий будет совершенно ну достаточно вот второе крыло это философия революционеров демократов и марксистов к ним а мы относим герцена белинского ленина чернышевского помним да мы говорили что это такое атеистическое направление если первое крыло это вот это вот у русско самобытно религиозная философия аполитично сына никак политики не имеет никакого отношения не лезла туда и она еще и раз и рационально то есть вне опирается не на разум да она веру на чувства то как раз вот второе философия революционеров демократов и марксистов как раз рационалистично то есть от рацио от науки от разума и вот именно да в политику влезть и везде то есть вот таким образом они между собой еще отличались да и вот философия революционеров демократов и марксистов она апеллировала к трудам гигеля и маркса то есть они взяли труды гигеля и маркса за основу ну как такую свою библию опирались на нее и чудо там размышляли вообще в отличие от западноевропейской философии вот мы с вами говорили да в немецкой там философе русские философские взгляды оформлялись не только вот форме каких-то таких строгих научных трудов но и в публиции одной в публицистике в художественных произведениях и так далее то есть например у гигеля там философский выпустил труд философский труд назывался так то то в русской же философии нет в русском в русской философии сама философия как бы зарождалась в художественных произведениях например вот без у достоевского война и мир у толстого мастер и маргарита у булгакова судьба россии у бердяева там вот среди вот каких-то типичных художественных заморочек да там структура там абзацы и все такое сюжет там каждый герой задается какими-то философскими вопросами вот как-то там рассуждает на тему жизни на темы там судьбы россии и ну и тому подобное вот вот эти куски философские у нас вставляли вставлялись прямо в художественный текст и не издавались таким отдельным философским трудом вот уж не знаю можно ли это назвать философии ей в том плане как она была в европе нет скорее всего у нас такая художественно-литературная философия в русской философии вот можно выделить такие две актуальные проблемы которые в основном интересовали философов это взгляд на человек взгляд на человека в рамках истории мироздания вот что он из себя представляет и проблема будущего справедливого политического устройства вот эти проблемы очень хорошо в россии отразились в споре западников и славянофилов западники и славянофилы сейчас поговорим подробненько о них вот то есть было так было был научный мир таких людей очень умных дядек и этот мир раскололся просто но мир научных дядек раскололся на на два кружка кто-то стал западником кто-то славянофилов славянофилом и так славянофилы это кто это у нас хомяков это киреев это оксаков это самарин на зубок знать хомяков киреев оксаков самарин ну что значит славянофилы да здесь уже в корне славяне вот все эти вот философы которых я говорил видели путь россии самобытный то есть у нас свой путь и и отличный от европы нам не надо копировать европу нам не надо повторять за ней у нас нам надо самим развиваться и у нас будет вот у европы свой же путь вот такой какой то свой путь но другой должен быть и россии и у россии и вот почему у нас свой путь потому что у нас так называемый да русский дух у нас специфика народа такова мы вот вот глубоко верующие все да православные верим в самодержавие что вот у нас вот царь батюшка должен быть ну вот этот вот народность в нас такая особый русский дух душа такая открытая альтруистическая готовая там пожертвовать в любой момент там отдать последнюю рубашку нуждающемуся вот у нас особая душа отличная от европы поэтому и путин должен быть наш свой если европа там всячески пытается какую-то там не знаю выгоду получить при заключении любого там международного договора вот как-то обогатиться заколонизировать там мы не знаю индию ту же какие там поработить народ народы другие до санкции вести против кого-то войска вести это европейский путь развития но не русские русские как говорю последнюю рубашку отдаст вот и по религиозность так далее вот таков взгляд славянофилов у нас свой путь развития и представьте что происходит когда петр первый приходит к власти когда он повел россии по по европейскому пути они конечно же выступили против они говорили что нам это нифига вообще все это не надо нам нужно вернуться к патриархальной старине ко времен царь батюшки например того грозного к боярам и вот горы что от крестьяне вот эти философы хомяков кирей факсаков самарин заявляли что в той патриархальной старине крестьяне были счастливы хоть они были там подневольны как-то до зависели но не были счастливы это у нас славянофилы кричали им во след и оспаряли это западники западники кто нас ну как понятно что западники от слова запад герд герцен у нас был западником белинский боткин чернышевский и другие герцен билинский боткин чернышевский и другие они выступали за европейский путь развития России. То есть Запад развивается, нам надо дойти с ним в ногу, не отставать о них, повторять все за ними. В общем, тогда получается, такая у нас будет игра на одном поле, не будет раздоров. Будем как бы понимать друг друга, не будем друг друга варварами считать. И западники, они мечтали острой строительстве социализма в России. Потом, как помним, все эти мечты были воплощены в жизнь Владимира Ильича Лениным и вот марксистами. В России социализм был построен, в СССР. Как мы знаем из истории, западники у нас побеждают во главе с дедушкой Лениным. И у нас путь развития идет по западному образцу того времени. Это у нас вторая половина девятнадцатого века, первая половина двадцатого века. Вот. Мы пошли по, опираясь на западников. вот в этой философии, в этих трудах, кто выиграл, да, развитие, кого выбрали, эту ветвь философии выбрали для развития России. И в этой философии можно выделить две проблемы философии западников. Это их заботила проблема будущего человека в рамках истории мироздания. Мироздания. Вот. Мироздания. Ну, это космос. Здесь нужно смотреть не как на божественную, да, потому что, помним, западники у нас, они были атеистически настроены, поэтому они смотрели на будущее человека именно в рамках таких естествонаучных. Их есть наука, космос, развитие нашего, как вот будет развиваться человечество и так далее. Это первая проблема, да, которая интересовала западников. Вторая проблема, это перспективы общего такого развития человечества на Земле в плане создания справедливого социального устройства, социального государства, где все были бы равны, все жили счастливо и достойно. Вот первая проблема, как мы говорили уже, это проблема будущего человека в рамках Эстонии мироздания решалась в рамках русского космизма, космос, космизма. Представители космизма у нас был Циолковский и Чижевский, это таких два громких имени. Ну вот, например, Циолковский полагал, что Вселенная кишит живыми атомами. Причем он воспринимал эти атомы не как какие-то там частицы, он говорил, что атомы, дорогие мои, это такие маленькие живые организмы. Пока мы это еще не открыли, не дошли до этого, но мы обязательно потом поймем, что атомы это такие организмы, ну, наподобие там, не знаю, вирусов каких-то. И вот эти атомы, они могут перемещаться с планеты на планету. И вот именно как раз через эти атомы и происходит обмен информацией между цивилизациями. То есть какой-нибудь атом с нашей цивилизации полетел на какую-нибудь планету Абра-кадабра и перенес туда какую-то информацию. Вот. Такая почта. А также Циолковский говорил, что мы одна из самых развитых цивилизаций во Вселенной. и говоря о развитии человечества, да, в рамках космизма, планеты, Вселенной, он говорил, что человечество ожидает полная биохимическая перестройка. Будет идти эволюция, да, и в конце концов человек станет таким животным растением. И такое, и животное, и растение. Питаться он будет от солнечной энергии человек и перестанет зависеть от условий окружающей среды, то есть ему будет пофиг мороз, солнце, кислород и так далее. Нужно только чтобы солнышко светило, ну, либо какая-то звезда. И вот именно это, когда человек дойдет до такого развития, это позволит землянам переселяться по всему космосу вообще без проблем. решили и полетели. Вот. Вторая проблема, да, в рамках это перспективы общего развития общества, да, создания справедливого социального устройства. Эта проблема решалась в рамках всеединства. Всеединства. Родоначальником был наш философ Соловьев. Мы помним с вами, что Соловьев у нас был представителем русско-самобытно-религиозной философии. В своей работе «Философские начала цельного знания» Соловьев говорит о трех формах общечеловеческого организма. Общечеловеческого организма. Первая сфера общечеловеческого организма. Но он видел, мы бы сейчас назвали это просто не общечеловеческий организм, а общество. Просто общество. Он воспринимал общество как такой некий организм. У этого организма есть три сферы. Сфера творчества. Вот это общество чего-то там творит. Сфера знаний. Вот в этой сфере общество чего-то там познает, да. Причем общедоступное такое знание для всего. Такая вот, как бы, итого, да, и сфера политическая. Говоря о сфере творческой, Соловьев говорил, что цель творческой сферы – это достижение абсолютной красоты в таких областях, как вот техническое художество, ну, то есть зодчество, архитектура, изящного художества, поэзия, музыка и мистики. Вот мистика – это прорыв за пределы традиционных эстетических стереотипов, какой-то выход на новые уровни развития. И вот Соловьев говорит, когда вот техническое художество разовьется, изящное художество, мистика, и потом, когда они достигнут своего пика развития, все они объединятся, и такой будет общий экстаз такой, слияние высших достижений всех сфер творчества. И вот это объединение Соловьев называет теургией. Далее Соловьев говорит о сфере знаний. Цель, естественно, достижения абсолютной истины в таких областях, как положительная наука, то есть это естество знания, отвлеченная, там, это как философия, даже теология здесь. Вот. Вот та же самая ситуация. Развивается естество знания, философия, теология. Потом все эти элементы сливаются воедино, вот, и получается теософия, теософия. То есть и философские знания у нас развиты, и теологические, то есть религиозные знания у нас развиты, и вот они сливаются воедино, и образуют такую божественную мудрость, теософию. Ну и последняя у нас заключительная сфера, о которой говорит Соловьев, это сфера политическая. Цель в этой сфере это достижение всеобщего блага, экономическое общество, чтобы благо было в экономическом обществе, в политическом обществе, то есть в государстве, управленцы. Но здесь же он плюсует и духовное общество, церковь. Вот. То есть все те, кто относит себя к экономике страны, к политике страны, или к церковь, к духовному, да, к духовной, как сказать, к духовной составляющей этой страны, в данном случае какая-то там церковь. Вот. Когда вот это вот все, вот это трио объединится, станет общим, когда будут, они не будут раздельны, они станут неким таким единым. Вот в этом я видел Соловьев прогресс, в объединении всего этих элементов. И объединение всех этих элементов он назвал теократией. То есть религиозная власть. Теократия. Итак, мы с вами сегодня поговорили об общей характеристике русской философии второй половины XIX века и первой половины XX века. И чтобы проще запомнить, можно сказать, общая характеристика русской философии конца XIX века, начало XX века. Поблагодарить автора, то есть меня, вы можете подписавшись на мой канал на YouTube или ставьте лайк этому видео. Спасибо. Спасибо.